От помощи донести сумки Нина Пивоварова отказывается. Пенсионерка рассказывает, сегодня вся ее поклажа, две бутылки кефира да буханка хлеба. В остальном приходится себя ограничивать. С того момента, как подорожали продукты, женщина считает каждый рубль. Ну, конечно, подорожали. Но это не после нового, я считаю, до нового года еще сырые наценили, к примеру, да? В общем-то, потому что был спрос. Впрочем, праздники остались позади, а цены на продукты продолжают свой рост. К примеру, вот такая упаковка крабовых палочек стоила 30 рублей. Теперь в два раза больше. Цены выросли и на мясную продукцию. Однако продавцы подорожания не заметили. Вот антрикоты по 320. Обычная, что летом цена? Ну да, при пенсии это 10 тысяч 9. Это реально покупать пенсионерам? А раньше сколько стоит? Продукты очень подорожали. В магазинах мясо намного дороже, чем на рынке. На рынке брать дешевле. Цены у нас никак не подорожали. Так что не накручивайте обстановку. Стоит отметить, истинную цену мяса определить сложно. По рядам на продукции нет ценников. Как правило, стоимость называют сами продавцы. Хотя не везде все так неоднозначно. А вот во фруктовых рядах подорожание уже просто-напросто не утаить. Посмотрите сами. На этом стеллаже самые дешевые мандарины стоят 120. Яблоки стоят также 120 рублей. А ведь до нового года все это было дешевле на 15-20%. Вот уж действительно за удовольствие приходится дорого платить. Продавцы говорят, такие цены приходится устанавливать из-за поставщиков. Стоимость продукции на оптовых базах меняется буквально каждый день. Все это послужило поводом для начала прокурорских проверок на территории всей Иркутской области. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова